Каждую зиму мы слышим о десятках пострадавших с травмами после катания на плюшках. Врачи предупреждают, эта зимняя забава может быть смертельно опасна. Однако, несмотря на печальную статистику, желающих кататься на тюбинге меньше не становится. Самые громкие случаи в нашем сюжете. Ниссан успевает проскочить, а тюбинг, который летит следом с маленьким пассажиром, на скорости вырезается в Субару. Эта трагедия случилась при Амурье 10 января на льду Чигиринского водохранилища. Родители катали 10-летнего мальчика. Зимняя забава закончилась в ДТП, а ребенок лишь чудом уцелел, получив ушиб грудной клетки. А это кадры сделаны уже в нашем городе. Ночью 1 ноября в Новом Уренгое горе-экстремалы привязали ватрушку к авто и катались так по дорогам города, на ходу успевая выкладывать сторис в Инстаграм. Неизвестно, чем бы закончились веселые покатушки, если бы на улице Сибирская любители острых ощущений не остановили инспекторы ДПС. Нарушители наказаны, водитель авто получил штраф. В случае, если граждане привязывают к своему автомобилю тюбинги, санки, либо другие предметы, и осуществляют движение, данные действия подпадают под административное правонарушение. В соответствии с частью 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, то есть перевозка пассажира вне кабины кузова автомобиля. Штраф предусмотрен по этой статье 1000 рублей. В случае травмирования, либо гибели людей, водителю может грозить уголовная ответственность по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на все предупреждения ГИБДД, печальные истории с тюбингами повторяются каждую зиму. Впрочем, подчас для трагедии автомобиль и не требуется. При спуске с горы ватрушка способна разгоняться до 50 км в час. При такой скорости управлять ей попросту невозможно. Плюсом к этому тюбинг легко переворачивается. А это уже смертельно опасно. В Новосибирске 2021 год начался с печального события. Днем 1 января 8-летняя девочка погибла во время катания с горки на плюшке. Ребенок на спуске врезался в металлическое ограждение. Погиб на месте. Еще одна похожая трагедия произошла 3 января в Татарстане. Там трехлетний ребенок разбился, врезавшись в дерево. Инструкторы напоминают, при катании на тюбинге необходимо соблюдать ряд правил. Выбирать только пологие склоны, без резких поворотов, деревьев, кустов, столбов и ограждений. Тем временем в Госдуме серьезно задумались над законом, позволяющим лишать прав закатания на ватрушках, привязанных к машинам. А госавтоинспекция призывает родителей даже обычную дорогу переходить не таща за собой тюбинг с ребенком, а взяв малыша за руку. Вербаранова Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма», Делянур, 24.